Лечение от коронавируса в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы проходят 10 человек. Их состояние не вызывает у медиков опасений. Самым тяжелым был первый пациент с этим диагнозом. Мужчина находился на лечении с 11 марта, а 31 его уже выписали домой. Все боксы в инфекционном отделении, изолированное количество коек увеличено почти в два раза 75 до 130. Каждый подведен кислород. Подготовлены реанимационные блоки. Еще недавно здесь проходили лечение онкологические больные. Сейчас в этом помещении располагается реанимация на 12 койко-мест. Здесь готовы принять самых тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Аппараты ИВЛ в наличии. Реанимация оснащена по последнему слову техники. Сделать это в кратчайшие сроки удалось благодаря объединению медучреждений в единую больницу. Здесь многофункциональные кровати, современные мониторы и жизненно необходимые аппараты ИВЛ. Это многофункциональный аппарат, который позволяет нам работать с пациентом как в принудительном режиме, когда он в принципе не может дышать и его легкие абсолютно тяжело поражены. И аппарат ИВЛ полностью замещает его функцию. И есть все самое важное, есть режимы, которые позволяют совмещать как дыхание пациента, так и дыхание аппарата. Зараженных коронавирусом готовы принять не только в инфекционном отделении. Необходимые условия создаются и в других медучреждениях Одинцовского округа, в Никольском, Перхушково и под Звенигородом. К концу апреля откроется центр на территории военного госпиталя. Мы готовы. Мы развернули все необходимые мощности на сегодняшний день. Аппараты ИВЛ в достаточном количестве. Лекарства и средства дезинфекции здесь тоже у нас присутствуют на складах и в полном объеме. Поэтому мы готовы бороться с вирусом и дальше. Созданы все условия для комфортной и, главное, безопасной работы медиков. Средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие вещества. Всего достаточно даже на складах. К возможному росту заболеваемости Одинцовский округ готов. А врачи-медсестры, ежедневно рискующие своим здоровьем ради спасения людей, просят жителей о малом оставаться дома, чтобы избежать заражения. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.